друзья всем привет ну что начинаем потихоньку втягиваться в работу понедельник ко мне заходит первая машина в принципе у меня все готово для того чтобы именно начать работать понятно куча мелочей не доделана еще чего-либо на уже хочется работать уже пора и уже вот так вот душат клиенты поэтому сейчас обрабатываем камеру и хотелось бы показать такой интересный момент я сам два года назад первый раз в живую увидел да увидел понял что это круто и за вот это время с кем общался для многих это стало новостью это принципе такая чуть-чуть усовершенствованная обработка покрасочной камеры в чем она заключается сейчас покажу имеем покрасочную камеру стены как правило обрабатываются липким составом как правило и на этом как правило вся обработка заканчивается но есть одно но если на стену что-либо попадает причем в таком в обильном количестве из краски то это проникает через обработку и оставляет след на стенах белые стены которые покрашены красная черными всякими цветами смотрятся не очень симпатично поэтому что делается все очень просто камера обрабатывается на нее клеится пленка обычная защитная пленка той которую мы еще машину защищаем накрываем и еще раз обрабатывается все когда пленка с обработкой загадились ее снимают стены можно там зависимости от липкости не обрабатывать еще раз пленку наклеить обработать только пленку и вперед у вас стены всегда остаются идеально чистыми сняли пленку поклеили новую что нам нужно будет тут для работы первое ствол с максимально большой дизой здесь у меня 2 и 2 час пока больше нет но было бы 2 и 5 взял бы 2 и 5 в принципе через двойку 2 и 2 нормально продаваться потом состав для обработки камеры есть у разных компаний но мне виталька привез аппп спасибо ему это повышенной вязкости то которую нужно разводить с водой потому что так она она очень густая через ствол не продавишь в принципе это и хорошо и и нехорошо тем кто не любит что-либо разводить ну в общем липкий состав нужен ну и пленочка по-моему виталька сказал что-то синяя пленка виталька это ошибся это прозрачная пленка почему все нормально не переживай и защитная пленка все сейчас разводим до примерной консистенции так чтобы она сильными крупными каплями не ложилась но это чисто методом тыка и начинаем обрабатывать на очень важно не сказал что стены должны быть помытые сухие чистые если они будут влажные какие-либо но в принципе покрытие с водой разводится ничего страшного но лучше нас уходит все делать то есть я вчера все помыл она спокойно высохла сейчас будем обрабатывать в принципе процесс этот не сильно напряженный чем-либо включаем вентиляцию открываем дверь чтобы не через фильтр гнать мусор мусор этот липкую дрянь а пусть помещение уходит довольно таки быстро потому что под пленку не нужен толстый слое клея вот этого будет вполне достаточно тонкого слоя запаляем прям туда на лампах под самые фильтра я буду пленку клеить аж под самые фильтра и 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 обрабатываем все что есть в камере потому что на редуктор тоже попадает пыл он садится его потом проще смывать но редуктор мы пленку обрежем чтобы этом не было все на дверях не экономим чуть пожирнее углы должны быть хорошо пролито чтобы пленка удобно приклеилась в принципе можно уже начинать но я подожду пару часиков пусть она чуть чуть подстынет тогда пленочка прям вообще хватается изумительно слой вот такие капушки друг от друга как сказать отдельно валяющиеся они чуть погустеют и сверху пленку закатаем так но я уже начал тут колдовать получается собственно как и как у всех в одно лицо растянуть не совсем удобно да и все равно даже если вдвоем не уверен идеальным так прикатать не получится до особой надобности как бы нет хотелось бы чтоб было видно только надписи вот так шарашу пленку аж туда втыкаю и под фильтр вырезаю дырочки отверстия под форсунки чтобы они пленку за собой не подхватывали к одетом между лампами прожимая что пузо не было ну и так собственно все нормально используя скребок для сгона воды с автомобилей неудобно как бы чуть-чуть в одно лицо а еще используйте магнитные подставки сейчас покажу мои магнитные подставочки и пленочку прихватываю когда натягиваю сейчас покажу а еще это там стою пока клеве забыл сказать очень важно очень важно и об этом говорят многие кто на этом попались использовать именно хорошую именно автомобильную пленку потому что кто-то экономил клеил обычно эту пакетированную дешевую которая мебельная потом пленку через пару месяцев хрен оторвешь она слазит вся кусками и и надо смывать подмывать и это геморрой поэтому на пленке экономить не стоит уж если обрабатывать камеру то обрабатывать ее как бы без без кровности с небольшим запасе камеру без вырезаю лучше потом на углах обрезать чем вот какие-то щели в углах некрасиво я уже пленку изначально разматываю так чтобы мне было удобно потом серединкой то есть я ее не всю разворачивай пока что я разворачиваю только хвосты и я середину потом когда уже всю вниз прокатаю подымаю наверх отдельно то есть изначально я клею как бы половинку что так сказать подымаюсь на носочках куда достаю есть теперь магнит магнит не нужен для того чтобы я щас буду ее оттаскивать и она там не оторвалась все равно не идеально потом доделаем где-то ниже где-то выше сейчас мы это дело все будем поправлять снимаем магниты они больше не нужны плюнгу можно гонять туда-сюда сколько угодно как бы клеевой слоен еще жидкий поэтому все равно теперь сгон для воды и выгоняю воздух хотя бы примеры куда-то в принципе можно ставить с пузырями это на скорость не повлияет никак просто что красота красота в деталях да и мало ли может это вот такой как бы так сделано камере можно красить и на стену что-нибудь перелепить и красить но если будет пузырь воздуха воздушный пузырь тут потоком воздуха его можно подразорвать и на будет покрашены клеится так снова на очень долго в принципе это просто защита именно самой поверхности стены ее чистоты вот криворуких маляров которые любят красить на стену я понимаю что иногда там что-то попало так получилось дверь открыл пылил чуть-чуть попала на стену как бы с этой целью но есть же такие отбитые которые на стену клеят зеркала ручки красят прямо на стене вот это как раз для таких оленей особенно когда эти олени являются просто наемными работниками ну и чисто для себя даже в гараже не важно какая стена она там бетонная плитка обложена еще чем-то во первых это чисто во вторых это чисто в плане покраски как выразился я планирую что вот эту пленку я сниму не раньше чем через полгода может быть даже вместе с потолочными фильтрами когда я буду то что пока что в камере буду работать принципе только я иногда санек принципе в таком формате сейчас поставлю лестницу подверну вверх там чуть неудобнее обрезаю низ вырезаю круги и все готово с дверями чуть придется поиграться ну это тоже не проблема в принципе вот так вот в круг я заклею ее за час примерно камеру все потом еще раз надо обработать а если стены уже у гандошины чем нибудь там покрашены берите чуть-чуть розовую пленку он прикольно смотрится так заходишь на чуть-чуть розово-белое такое симпатично все камеру закончил заматывать по выбирал 6 поминашу пленку лестнице и вперед последний тонкий слой по сути как и первый только его будем чуть на большем давлении чтобы он капельки были как бы соединены между собой либо можно просто разбавить чуть жиже и в два прохода протеста сейчас попробую или так или так мы в общем надо сделать ровно замотать всю пленку вот эту жидкость это жидкость на пленке будет выступать антистатиком к нему будет липнуть мошка а пыл мусор всякие тогда обрабатывать уже как бы под самые самые я не буду потому что а пыл на вот такие поверхности его не прилипает что попадет то попадет расходу материала небольшой я вот пробежался одну стену и половину вот этой стены у меня еще в бачке треть то есть четырьмя бачками можно вот так вот в круг полностью пройтись то есть теоретически вот той банки густой хватает на две обработки два раза обработать камеру в один раз я даже при желании ну не залью ее просто лить никуда сейчас до обработаю покажу сколько у меня осталось готовой смеси потому что я ее уже все смешал все камера обработана в два слоя попытаюсь показать но тут мало что мне кажется будет видно капельки уже мельче они между собой полноценным соединены но это это работает хотелось бы конечно вообще жидкий слой но я не знаю сколько надо навалить работает сколько будет она работает зависит от того сколько вы тут покрасить и сколько мусора на стены накидаете все но все взаимосвязано обновлять состав надо тогда когда он уже полностью не липки все вот когда он стал сухой рука не прилипает это дрова ему его надо смывать и и снова наносить скорее всего что смывать и наносить я буду не меняя этой пленки пленка повторюсь еще раз выступает просто защитой именно самого металла на стенах все пока пленка целая не угандошенная на ней можно обновлять этот состав сколько угодно раз теперь по расходу и как помыть пистолет по расходу это уже разведенный готовы к применению состав треть четверть от всего осталось половина от банки то есть я использовал три четверти банки на эту камеру но камера не маленькая камера 5 на 7 и высоту на 3 принципе если чуть-чуть подэкономить можно два захода растянуть обычный гараж без проблем я раньше растягивался в своем гараже теперь по поводу того как помыть чем помыть поскольку состав на водной основе моется он идет сломать оба дернул рукой соскочил моется поскольку состав на водной основе то боится он просто водой взяли продули потом также разобрали пистолет полностью промыли его весь продули ну как бы все можно если никого есть желание потом залить растика принципе на этом все по времени заняло мне конечно чуть больше чем я рассчитывал полтора часа и клеил пленку с дверями долго удохался полчаса заняло на распыление всего вот этого дела но в общем где-то два с половиной до трех часов в одно лицо обработка камеры если все посчитать фильтрами то вдвоем это целый день как-то так всем спасибо за внимание защищайте свои камеры берегите их потому что чистота в камере это все-таки лицо маляра и так далее я очень не люблю грязные камеры и для меня фу-фу-фу прямо противно смотреть как люди работают в гандошенных камерах тем более к этому и полирует ладно всем удачи всем пока